Импорт как угроза национальной безопасности. США планируют ввести пошлины на ввоз в страну автомобилей из-за рубежа. Когда это может произойти и чем ответят партнеры Вашингтона по всему миру, знает Татьяна Лагунова. Сначала были стали и алюминий, теперь автомобили. Соединенные Штаты собираются ввести пошлины на импорт легковых машин, грузовиков и запчастей к ним. Дональд Трамп уже поручил Министерству торговли изучить этот вопрос, но эксперты тем временем назвали возможный размер пошлины 25%. Эксперты Министерства торговли уже приступили к работе. Они проверяют, не угрожает ли импорт иностранных машин национальной безопасности страны, разрушая ее собственную автомобильную промышленность. Формально для подготовки отчета у экспертов есть несколько месяцев, но Дональд Трамп в социальных сетях намекнул справиться раньше и пообещал американским производителям, скоро их ждут потрясающие новости. Совсем не в восторге от новостей из Вашингтона, экспортеры машин на американский рынок. Если США ведут пошлины, то это приведет к неразберихе в мировой экономике и негативно скажется на торговле в рамках ВТО. Китай выступает против злоупотребления формулировками о национальной безопасности. Это может нарушить механизм международной торговли. Мы будем внимательно следить за этой ситуацией, изучать возможные последствия. Китай будет решительно защищать свои законные интересы. В шоке немцы, которые продают в США полмиллиона автомобилей в год. Немецкие производители уже назвали эти планы провокацией и протекционизмом и призвали власти страны на всякий случай приготовить ответные меры. Если пошлины на автомобили пока в планах, то тарифы на импорт стали и алюминия могут вступить в силу уже на следующей неделе. Дональд Трамп ввел их еще весной. Но страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Канада, Южная Корея, Мексика и Бразилия получили небольшую отсрочку до 1 июня. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...